Телеканал Управда ТВ представляет итоги дня в студии Дарья Сударева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Работник и работодатель должны встречаться. В регионе ввели отбор сотрудников по новому методу. Испытание огнем, водой и равнодушием. Как выжить в горевшем, затопленном и разваливающемся доме. Роботы, айкидо и айти. Улькеновская бизнесвумен создала центр интересный для всех детей. Новый уполномоченный и отчет полиции, что обсудили на заседании областного парламента. В суде состоялось первое слушание по делу кандидатов депутата Юрия Фадеева. Главная цель взыскать расходы, которые были направлены на проведение выборов. Первое слушание прошло в Большом Нагаткино. Наша съемочная группа подробнее. 18 февраля в Ульяновском районном суде состоялось первое слушание по иску территориальной избирательной комиссии к кандидату в депутаты Юрию Фадееву о взыскании денежных средств, затраченных избиркомом на проведение повторных выборов. Дело в том, что в 2018 году ответчик выдвигался кандидатом в местные советы депутатов. Именно в советы от разных муниципальных образований. И после победы в одном из них от получения депутатского мандата по другому округу победившему кандидату пришлось отказаться. В связи с чем и были назначены повторные выборы. В соответствии с нормой законодательства мы обязаны взыскать с него все расходы, которые были потрачены на проведение этих выборов. И надо сказать, таких расходов набежало немало. А именно, как считают представители избиркома, 188 тысяч рублей. Это и заработная плата членам избирательных комиссий, включая налоги, и расходные материалы, и другие статьи расходов на обеспечение волеизъявления граждан. Это общепринятая практика на выборах выставляться некоторым кандидатам по нескольким округам? Или это действительно уникальный случай для нашей области? С одной стороны, и общепринятая практика, с другой стороны, и уникальный случай. Потому что да, ранее у нас некоторые товарищи выдвигались кандидатами в депутаты нескольких муниципальных образований. Но первый раз на территории области произошел случай, когда они были избраны по нескольким избирательным округам. Такого у нас еще не случилось. В свое время ответчика предупреждали, что дело может закончиться в суде? Да. В ходе выборов при его выдвижении представитель территориальной избирательной комиссии его предупреждал. Но, как видим, его предупреждения не были приняты во внимание. Заслушав свидетелей сторон и рассмотрев предоставленные финансовые документы, суд принял решение о перерыве в судебном заседании. Услышать комментарий ответчика нашей съемочной группе не удалось. Сославшись на то, что решения по делу пока нет, Юрий Анатольевич покинул зал суда. Следующее заседание в Большом Нагадкино назначено на 3 марта. 22 против 11. Екатерина Сморода утверждена уполномоченным по правам ребенка. Вопросу об утверждении теперь уже экс-министра развития международных и межрегиональных связей региона был вынесен сегодня на заседании законодательного собрания. Голосование проходило тайно. Также парламентарии рассмотрели изменения в несколько законопроектов. Подробнее Егор Титов. На повестке заседания законодательного собрания стояло больше 70 вопросов. Часть из них касалась изменений в федеральном законодательстве, но большинство вопросов были посвящены региональной повестке. Еще до начала рассмотрения повестки депутаты от КПРФ пытались внести предложение о выделении денег из бюджета компании «Запад-1» на достройку жилья дольщиков. Вопрос стоит о 23 домах. Предложение депутаты не поддержали, но это не значит, что они уклонились от решения проблемы. Просто предложенные к обсуждению обращения составлены не совсем корректно. Мы все настроены на то, чтобы не допустить обманутых дольщиков этот вопрос в течение 2020 года обязательно решить. Причем не только по этой кампании. Общая стоит задача не допустить, скажем так, мошенничество в этой сфере. После утверждения повестки депутаты заслушали отчет начальника управления Министерства внутренних дел о деятельности за прошедший год. Уровень преступности снижается, он снизился более чем на 4%. Это хорошая динамика, но, безусловно, мы понимаем, что это такой критерий, который надо постоянно держать и регулировать. Обозначил Андрей Мишагин и проблемные точки. Это расширение числа участковых пунктов, увеличение количества штрафстоянок и борьба с незаконным оборотом снюса. Кстати, как подчеркнул начальник управления МВД, в прошлом году не зарегистрировано ни одного тяжкого и особо тяжкого преступления, совершенного несовершеннолетним. Тема несовершеннолетних была продолжена. На заседание было вынесено голосование по кандидатуре нового полномочного к правам ребенка. Голосование было тайным, поэтому член каждой фракции мог голосовать, как его заставит совесть. С перевесом ровно в два раза на этот пост была утверждена Екатерина Сморода. Я планирую свою работу в связи с оказанной честью и доверием со стороны депутатского корпуса, за что я выражаю огромные слова благодарности, выстраивать системно. То есть охватывать практически все вопросы, связанные с проблематикой детства. Это и детское здравоохранение, и детское образование, социальная защита детей, социальное обеспечение. На защиту прав детей направлены изменения в закон о ежемесячной выплате на содержание ребенка в приемной семье и в семье опекуна. Они были внесены на рассмотрение депутатов областного парламента. Идет уменьшение нормативных документов, которые предоставляет сам заявитель, то есть люди, которые имеют такую возможность. Это заявление, свидетельство о рождении ребенка и разрешение органов опеки непосредственно на ее деятельность. Уменьшаются сроки взаимодействия и подготовки ответа. Это всего лишь пять рабочих дней. Со следующего года многофункциональные центры будут наделены частью полномочий ЗАГСа. Ряд новых документов можно будет получить в МФЦ. Свидетельство о смерти и свидетельство о рождении, которое можно будет получить непосредственно в многофункциональных центрах. Эта услуга будет для всех заявителей бесплатна. Депутаты решали не только вопрос защиты прав детей, но и окружающей среды. По инициативе общественности на заседании ЗАГС собрания вынесли два соответствующих законопроекта. Первый из них касается наделения органов местного самоуправления полномочиями от лова и содержания безнадзорных животных. Деньги большие, особенно по методике расчетов, получается порядка 6 тысяч на одну безнадзорную собаку. Вот это огромные деньги. Будем считать их, рассматривать эти вопросы. И сегодня финансирование, в принципе, предусмотрено порядка 18 миллионов, которые на этих целых субсидирование будут переданы в муниципалитет. Второй закон касается разграничения полномочий по охране зеленых насаждений. Треть идет о составлении реестров по муниципальному образованию. Таким важным элементом будет являться введение реестров муниципальных зеленых насаждений. При этом фактически будет паспортизировано каждое дерево в муниципальном образовании. Кроме того, были внесены изменения в областной бюджет. Решен вопрос о предоставлении участков НЕД. Утверждены изменения в положении о молодежном парламенте. И обсужден ряд других вопросов. Егор Тстов, Марат Микдиев, Новости Управды ТВ. Как вести себя на собеседовании? Почти каждый из нас допускал оплошности и волновался при встрече с будущим руководством. Кто научит правильно себя подавать перед потенциальным работодателем? И что за система появилась в кадровой сфере? Расскажет Виктория Черкова. Никаких котов в мешке и неудачных собеседований. Кадровый центр Ульяновской области начал работу по методу открытого кадрового отбора. Теперь люди, которые ищут работу, могут встретиться со своими будущими начальниками на семинарах. С Сергеем Ивановичем Морозом, нашим губернатором, поставлена задача переформатирования работы службы занятости и преобразования системы профессионального образования для реализации национального проекта «Производительность труда». Перезнакомственно сотрудники центра проводят занятия с обеими сторонами. С руководителями обсуждают концепцию их предприятий. Соискателей учат правильно составлять резюме и представлять себя в выгодном свете. В центре занятости подходят к этому процессу творчески. Мы дальше даже идем. Мы теперь готовим их на видеокамеру, для того, чтобы они увидели свои оплошности, свои, значит, речевые какие-то недостатки устранить, мимику, жесты и так далее, чтобы было, когда он увидит этот человек, да любой, тогда ему будет легче их устранить. Наша съемочная группа посетила один из семинаров. На повестке дня – набор сотрудников в налоговую инспекцию и в управлении службы судебных приставов. На мероприятии присутствовали начальники отдела кадров и их потенциальные сотрудники. Представители ведомств рассказали соискателям об условиях работы, правах и обязанностях. По мнению специалиста из налоговой, новая форма отбора очень удобна. До взаимодействия с Центром занятости населения мы обычно, ну, скажем так, размещали тоже на сайтах различных вакансий, имеющиеся на данный момент, либо по звонку кто-то там, допустим, просто обращался по телефону на собеседование. Когда приходят, естественно, мы тратим время гораздо больше, более длительный процесс проходит. Я думаю, что сегодня, благодаря Центру занятости населения, мы ускорим процесс подбора претендентов. В формате открытого отбора работают не только налоговая инспекция и служба судебных приставов. Руководители градообразующих предприятий тоже включились в процесс. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Новости Управды ТВ. Жители дома номер 19 по улице Роза-Люксембург уже 12 лет ждут переселения. А недавно неизвестные буквально вырвали батарею с верхних этажей. Горячая вода залила несколько квартир, приведя их в полную негодность для проживания. Виновные разыскиваются. Дом номер 19 по улице Роза-Люксембург еще задолго до аварии был непригоден для проживания. В 2008 году во время проведения текущего ремонта к жителям обратились представители строительной компании, которые предложили снести их дом и построить новый. Они сказали, что ремонт не делайте, ничего не делайте, то есть у вас в течение буквально года-двух мы расселим. Потом началась вот эта непонятная какая-то Тигромотина, то они нас сносят, то не сносят, то документы, то строим, то не строим. И все кормили завтраками там год, там может полгода, так тянулось, тянулось. Три соседних дома застройщики все же снесли, а всех жителей переселили в новый жилой дом по улице Бакинской. Жителям 19-го дома повезло меньше, для них не хватило квартир. Поэтому новый дом под красивым названием «Жилой комплекс Лидер» для них начали строить рядом со старым. Однако лидер сразу стал отставать в сроках, превратившись в банальный долгострой. Все было бы ничего, если бы на «Розы Люксембург-19» строительная компания не приобрела пару квартир на верхнем этаже в собственность. Это 10-я, 12-я квартира, которые они абсолютно не присматривали. Квартиры бесхозные, в них неоднократно были бомжи. Наряды милиции приезжали, их забирали, выкидывали. Все заявления в Ленинском РУД все эти есть, сам лично писал. Здесь, по-моему, два раза был пожар, кто-то бросал окурки, горело. Жильцы постепенно стали разбегаться. Кто-то влез в ипотеку, другие просто сняли жилье в другом месте. Кому некуда было уйти, остались жить здесь. Далее все развивалось, как в пословице. Огонь прошли, следующее испытание – вода. Какие-то ушлые ребята сняли батарею отопления, видимо, чтобы сдать во вторчермет. Полдома залило кипятком. Сергею позвонила жительница соседнего подъезда. Он приехал и не поверил глазам. Кипяток просто уничтожил его собственность. По поводу протечки, значит, вчера приезжали наряд милиции, они писали заявление, просили, что... Я им написал встречное заявление, что нас провело, просим принять меры, чтобы приняли какие-то меры к Абрамову, так что квартиры бесхозные. Вы представляете, вот простая ситуация. Сейчас какие-нибудь неизвестные залезут, газ подведен, те квартиры под газом. Они откроют газ и дом разнесет в клочья. Полиции нам сказали, что занимаются поиском собственника квартиры, главы строительной корпорации, который за 12 лет так и не удосужился исполнить обещанное. А теперь просто уничтожил и без того ветхое жилье. За это время сменилось много управляющих компаний. Ни одна из них, зная, что дом назначен под снос, не вкладывалась в различные виды ремонта. Сейчас ситуация наколена до предела. Жить в доме просто невозможно. А куда и как переселить жителей, никто пока не знает. Людей снесли и нас заселили, дураков, чтобы на стройке мы работали. Бесплатно им пахали из-за этой квартиры. Думали, снесут или чего, или всю жизнь жили. Думали, за нашу работу, за то, что за копейки работали. Снесут и квартиры дадут. Остались в дураках. Новая управляющая компания, пришедшая в этот дом в ноябре, постепенным устранением бедствия заниматься готова. Энергетики и сварщики готовы работать, дом уже частично отапливается. Однако простого обслуживания дома уже мало. На данный момент мы пришли по обращению, у нас была аварийная ситуация. То есть по аварийной ситуации мы обязаны отреагировать. В министерстве энергетики заявили, что будут готовить документы на администрацию города, чтобы та признала дом негодным для проживания и пристроила наконец-то непрекаянных жителей Роза Люксембург-19. Большие надежды все ведомства, как и жители, возлагают на полицию. А горе застройщик, так щедро раздававший обещания в 2008-м, должен наконец-то ответить за свои слова и поступки. Пройдут ли последние испытания жителей, так сказать, медными трубами и чиновничьей бюрократией, мы узнаем чуть позже. Улправда следит за ситуацией. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ. У димитровградских многодетных нет уверенности, у местной власти денег и понимания. На последней встрече многодетного сообщества с председателем правительства Александром Смекалиным определились со сроками выдачи документов на первые 90 участков марта 2020 года. Было дано поручение разработать подробную дорожную карту по решению этого вопроса. Но тут в дело вступила местная власть в лице депутатов муниципального, регионального и даже федерального уровня. Встреча многодетных с народными избранниками вновь перевернула все с ног на голову. С представителями многодетного сообщества Димитровграда мы встретились на улице Курчатова на месте предполагаемой застройки. До того момента, когда здесь будут стоять дома многодетных городских семей, конечно, еще далеко. Но женщины и не просят, чтобы заборы, ограждающие участки земли, появились мгновенно, прекрасно осознавая все документальные и технические процедуры, которые необходимо провести. Сегодняшняя тема встречи – непонимание и даже возмущение многодетных поведением и словами городских депутатов. Сейчас, когда с федеральной собственности муниципального земля перешла, началось, вот опять у нас деление. Господин Ерышев вообще заявил, что давать землю – это преступление, что нам надо ехать в поля, в села. Человек, наверное, реально не понимает, что у города нет денег переводить из сельхозного значения под ИЖС, что у него даже нет денег выкупить эту землю под городское кладбище. Мы не беремся говорить о том, что понимает, от чего нет Александр Ерышев. Но то, что выделение земли многодетным председатель Гордумы действительно называет абсурдом, подтверждают его слова со встречи с многодетными. Мое мнение, вот это данное решение, выделение вот этих земель, вот этих 40-50 гектаров для многодетных – это авантюра, это преступление. Данный вопрос надо было решать. Каким образом? На землю сельхозного значения бывшего. Многодетные искренне не понимают, почему они, жители Димитровграда, должны строить дома на земле за чертой города. И почему обещания выдачи земли постепенно превращаются в миф. Ведь речь шла о том, что земля, входящая в 450 гектаров, покроет всю необходимость в участках для многодетных. Когда нам говорят, что езжайте на сельское поселение и там строите свои дома, и что вообще мы незаконны, это равносильно пенсионеру сказать тоже, пенсию не получай, это незаконно. Тоже так же с нашими участками. Мы ничего лишнего не просим, мы просим по закону, что обещал президент. Многодетные останавливаться не намерены. Димитровградцы будут добиваться положенных участков в том месте и на той земле, которая была изначально им обещана. Нас опять кинули в очередной раз, что нас обманули, что нами воспользовались. Просто взяли городу, приписали нового райончика за счет того, что предназначен для многодетных. Изначально она должна была быть. Надежда настолько на область, на губернатор, что он как-то вмешается, внесет ясность в эту ситуацию. Ну или к президенту обращаться. Вот и получается в очередной раз решить проблему горожан город не может. Или не хочет. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок, Димград24. Специально для Управда ТВ. Скоро наступит весна. Вместе с ней стартует и форум деловых женщин. Наша съемочная группа познакомилась с одной из успешных предпринимательниц Натальей Денисовой. В чем особенность ее бизнес-проекта и чем он полезен для ульяновцев? Узнаете в нашем материале. Еще несколько десятилетий назад сфера бизнеса считалась исключительно мужской. К счастью, в наше время этот стереотип перестал быть актуальным. 45% из общего числа ульянских предпринимателей являются представительницами прекрасного пола. Наша съемочная группа посетила Наталью Денисову, одну из ярких бизнес-вумен нашего края. 9 лет назад Наталья организовала Академию боевых искусств, IT-школы и лабораторию робототехники «Советский инженер». Приходит ребенок, он сначала выбирает какой-то вид единоборства или спорта. То есть он идет либо на акидоджи, у джицу, фехтование, стрельбу из лука, карате или стрельбу из арбалета. А потом, после этого, он остается на робототехнику или основу программирования, веб-дизайна, 3D-моделирования. И в итоге в одном центре он получает полностью образование. Центр посещает более 300 ребят. С некоторыми из них нам удалось пообщаться. На момент приезда нашей съемочной группы в зале робототехники кипела бурная деятельность. Ученики собирали сложные механизмы. Заметно, что эти занятия помогают детям не только провести время, но и определиться с профессией. 12-летний Саша Анисимов очень любит работать с техникой и мечтает стать военным инженером. Мне нравится роботехника, потому что здесь много интересного. К примеру, можно собирать разную технику на радиоуправлении. Или можно собирать разных роботов. Или же можно заняться программированием. Развиваются не только интеллектуально, но и физически. Как сказано ранее, в этом центре есть секция боевых искусств. Ее посещают более 200 ребят. Некоторые из них интенсивно готовятся к соревнованиям. Я поеду на соревнования в Москву. Я прихожу три раза в неделю, час тренируюсь. Каждый день отрабатывают новые упражнения. В образовательном центре будут открываться и новые направления. Наталья Денисова планирует ввести образовательные программы для детей с проблемами здоровья. И Наталья, и остальные дамы-предприниматели скоро расскажут о планах подробнее. В марте состоится ежегодный форум деловых женщин, на котором наши землячки представят свои бизнес-проекты. Корпорация развития ведет подсчет потенциальных бизнес-вумен. 4,5 тысячи мам в декрете и домохозяек могут открыть свое дело и чувствовать себя уютно не только дома, но и в деловом мире. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ. Три медали привезли воспитанники православного бойцовского клуба «Пересвет» в Жадовском монастыре с открытого турнира по панкратиону кубок главы города Пенза. Примечательно, что представителей Ульяновского региона было всего трое, но они смогли завоевать второе общекомандное место. Ульяновские спортсмены привезли серебро соревнований в Пензе. Турнир по борьбе панкратион проходил во дворце спорта «Вояков». Увы, но из-за эпидемии гриппа в разных регионах по Волжье приехать смогли не все желающие. Хотя, несмотря на малую численность участников, баталии на ковре получились захватывающими. Тем более, что это первый турнир по панкратиону в Пензе. Мы впервые проводим в Пензенской земле соревнования по панкратиону и решили привлечь массовость, привлечь внимание к этому виду спорта. На данных соревнованиях присутствуют спортсмены, которые уже неоднократно были и победителями ПФО, и призерами России. Поэтому класс и уровень соревнований очень достойный и сильный. Кубок главы города Пензе – это шанс для местной федерации панкратиона сформировать сборную региона, пока организация находится на стадии становления. Среди тех спортсменов, которые проявятся в себя, которые будут, ну, есть такие, знаете, самородки, которые сразу видно, он пойдет на очень высокий уровень, вплоть до профессиональных боев. Поэтому, да, мы такую цель ставим – отбор делать на федеральные, на российские, на европейские, на мировые чемпионаты. Иногородних спортсменов было немного, но они дали бой местным. Представители клуба «Пересвет» при Жатовском монастыре сразу, что говорится, взяли быка за рога. Первым попал в финал Алексей Шибанов. Своего соперника, 13-летний уроженец Барышевского района, разобрал по этажам. Итог поединка – победа со счетом 9-1 и у Алексея Золота. Двое других «Пересветовцев» Алексей Шестопалов и Георгий Герасимов немного недоработали в финальных сватках. Результат – одна золотая и две серебряные награды – вполне устроили тренеров. Мы сразу согласились на участие в этих соревнованиях. Для нас это хороший опыт и подготовительное перед первенством привозка федерального округа. В совокупности я считаю, что в целом выступили нормально. Я рад. На награждении же выяснилось, что трое «Пересветовцев» заняли второе общекомандное место на этом турнире, а Алексей Шестопалов получил кубок за волю к победе. Возможно, что уже в ближайшие выходные соперники встретятся еще раз. Чемпионаты первенства привозского округа по Панкратиону стартуют уже 22 февраля в Казани. 20 февраля в Ульяновской области ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем составит 2 градуса тепла, ветер западный – 5-8 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда.ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру 18.50. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok